Это национальное святое, великая подея отбылась в нашей истории. Концерт, по-моему, дал. Безумовно, за сюда хочется нечего, может быть, большего, большего формата, лепшей пляцовки, в умовах тех, которые, скажем так, городские влады дали организаторам. Ну, вот тут мы собрались, а и, по-моему, довольно душевно. Залегаем такое солнце суперское для Беларуси, да, в секреты месяца, по-моему, идеальное на дворе. Только из Гродно приехал. Потому что основный воршняк у Гродня повинен был отбываться по плане, ну, я оттуда поехал. Поэтому, ну, я увидел в новинах, что тут так само не что будет, и мне было интересно, что тут будет. Ну, и, в принципе, на кольке я бачу, по кольке идти людей. Тут меньше, чем у Гродно, а леток самое неблаго. Чем больше места у проведения святкования, тем лучше. На самом деле, это хорошо, чтобы было два праздника, потому что, вот, например, я вчера работала, я не смогла поехать в Гродно. А сегодня я смогла сюда прийти и поддержать нашу родную страну, Беларусь. Давайте повиншуем сегодня их, шунявок, тихарей. Их там нету. И лживую пропаганду. Самозванца. С днем воли. Живе, Беларусь! Живе! Сегодня, например, когда я пыталась выйти за пределы вот нашего такого этого заборчика, загончика, меня остановили и сказали, что я не могу выйти в туалет с флагом. Это запрещено. Я хочу, чтобы люди, которые любят Минск, Беларусь, чтобы они могли выходить и говорить о том, что они любят Беларусь свободно, без каких-либо ограничений. Вот сегодня вот этот загончик и все. Чтобы вот была свобода. Да, я думаю, поступал все, идя до Лепшика. И одно, что это будет означаться надежным угрозом. Я за то, как бершу черву, как это было свято для большей колькости Беларуси. Не важно, каким чином, просто как это было свято. Так что вас так само все плечуют со свято.